здравствуйте уважаемые любители рок-музыки и поклонники театрального искусства концертный сезон мы с вами уже начали и в этом месяце побывали на двух интересных коллективах на хабаровско-московском исполнителе оскал и украинской хэви-метал группе джинджер как по мне так неплохое начало и сегодня мы начинаем театральный сезон и начинаем моего с относительно нового но уже популярного театрального московского местечко прекрасного театра олега табакова который сзади меня на сухаревке и я надеюсь что сегодня мы посмотрим там хороший спектакль в постановке главного режиссера театра владимира башкова по крайней мере пока все что мы не смотрели в его постановке вызывало у нас только желание аплодировать поэтому надеемся что не разочаруемся и в этот раз а смотреть сегодня мы будем один возрожденный спектакль который первоначально был поставлен в табакерке на чистых прудах еще в 1993 году еще при олеге павловича табакове назывался спектакль страсти по бумбараш и как это ни странно но в 1993 году 28 лет назад спектакль был поставлен не олегом табаковым главным режиссером табакерки а также владимиром мошковым мы-то все привыкли считать владимира мошкова просто хорошим актером а он оказывается уже тогда пробовал себя в качестве режиссера постановщика и говорят что у него тогда неплохо получилось сам я тогда в святые 90 спектакль не посмотрел так как вплотную был занят борьбой за выживание как и большинство бывших советских людей но заядлые театралы говорят что спектакль был очень популярным причем настолько популярным что в 18 лет не сходил со сцены табакерки да еще объездил многие страны мира перед сегодняшним походом в театр я задумался о чем же была вызвана тогдашняя популярность спектакля если в ней повествовалась о давно забытых событиях 20-х годов о гражданской войне в россии и разрухи и для себя сделал вывод что тогдашняя популярность спектакля была вызвана несколькими причинами я их попробую вам перечислить это конечно все на мой взгляд первая причина литературная если у спектакля нет хорошей литературной основы то его невозможно сделать интересным на сцене будет какой-то оторванная жизни вымученный схематоз здесь же литературная снова на мой взгляд отличная так как написана пьеса была по мотивам произведений нашего прекрасного русского писателя аркадия гайдара одно из которых так и называлась бумбараш это была не оконченная повесть писателя о простом русском деревенском парне семене бумбараше который возвращается домой из австрийского плена куда он попал в ходе сражений первой мировой войны а возвращается он не в мирную крестьянскую жизнь русскую а как говорится из огня до в полымя так как в его родных местах идет гражданская война белые воюют с красными а между ними еще и орудуют банды самых различных цветов и оттенков вторая причина популярности спектакля на мой взгляд также литературная но я бы уточнил поэтическая так как автором пьесы был наш знаменитый бард юли ким который и привнес в сюжеты аркадия гайдара юмора и романтической поэтичности третья причина популярности спектакля на мой взгляд это конечно же личность актера сыгравшего главную роль тогда это была восходящая звезда российской театральной сцены евгений миронов классный актер высшего пилотажа четвертой причиной популярности спектакля и может быть главной причиной было то что еще в 1971 году был поставлен фильм бумбараж с потрясающим валерием золотухиным в главной роли он настолько хорошо сыграл персонажа что затем в театре на таганке за ним закрепилась второе имя бумбарашка пятой причиной популярности спектакля именно в 90-е годы на мой взгляд была его острая актуальность так как запросто можно было проводить параллели между событиями двадцатых годов с гражданской войной разруха и бандитизмом и событиями 90-х годов связанных с развалом советского союза разграблением страны новыми русскими и слетевшимися с западными свервятниками с правовым нигилизмом вседозвольностью и тем же разгулом бандитизма но главное на мой взгляд причина популярности спектакля как и фильма бумбараж как вы уважаемые любители рок-музыки уже наверное догадались это конечно же их музыкальность и спектакля и фильма можно сказать что это были практически мюзиклы и здесь переплелись опять-таки прекрасные стихи юлия кима и музыка композитора владимира дашкевича песни из фильма а теперь уже и спектакля стали по сути дела народными напомню вам что это за песни может быть не точно спою на врагу наплевать наплевать надоело воевать ничего не знаю моя хата с краю или журавль по небу летит корабль по морю идет а кто меня куда влекет по белу свету и где награда для меня и где засада на меня гуляй солдатик ищи ответу журавль по небу летит но такие песни ну еще одну я спать на пою которая помню ходят кони над рекой ищут кого не водопою а к речке не идут больно берег крут вот такие по моему мнению причины и сделали спектакль популярным в 90-е годы но на мой взгляд практически все эти причины популярности спектакля остаются и сейчас и режиссер тот же и театр тот же только в другом здании в новом и литературная основа тоже и песни те же и обстановочка в стране напряженная митинги всякие недовольство властью недовольство друг другом олигархами которых уже и нету но богачами то есть социальная напряженность только актеры сейчас другие а так все осталось то же самое насколько я знаю в спектакле задействованы 45 человек то есть практически вся труппа театра и еще студенты театральной школы олега табакова главной роли также прошлогодний выпускник этой школы севастьян смышников поэтому пойдемте посмотрим удалось ли владимиру машкову с молодыми уже актерами возродить былую славу этого спектакля а заодно и оценим актуально ли содержание этого спектакля сто лет спустя после гражданской войны в россии и 30 лет спустя после лихих девяностых погнали ты жди и верь что я вернусь богоказенную булагу почтальон мне принесет без плитания мой хороший береги себя очень праздник выстрекает от лица принимает от лица армана я 4 вправо иди сюда иди сюда вот ты тоже вот вот а опусти жалюзи я стоял садник молодым адиртантом слава богу на войне передышка вышла и герои гармония я такая братство льва бога как живым быть уважаемые любители рок-музыки и театрального искусства но все-таки везет мне в этой жизни и живу я с любимыми людьми и общаюсь с интересными человеками и делом я любимым занимаюсь и путешествую по интересным местам да еще мне везет посещать интересные концерты и спектакли особенно меня радует начало этого концертно-театрального сезона в первый же осенний поход в театр Олега Табакова опять в везение потрясающий спектакль страсти по бумбарашу в постановке Владимира Машкова по пьесе Юлия Кима и по мотивам произведения Аркадия Гайдара эта постановка казалась не просто спектаклем повествующим о судьбе маленького человечка в годы гражданской войны в России как я предполагал в начале а целым музыкально-театрально-поэтическим действом здесь был и интересный понятно изложенный сюжет когда зрителю не нужно додумывать и догадываться что происходит на сцене и кто есть кто перед ним здесь были и великолепные стихотворные диалоги монологи и реплики героев написанные автором пьесы Юлием Кимом при этом не было никакой поэтической напыщенности герои вроде бы говорили стихами но как будто бы обычной разговорной речью здесь было и множество прекрасных песен в авторстве Владимира Дашкевича и того же Юлия Кима с отличной аранжировкой записанной симфоническим оркестром под руководством Сергея Скрипки что делало спектакль по своей музыкальности на уровне хорошего мюзикла здесь были и прекрасные продуманные точно подчеркивающие характер персонажей костюмы и австрийских вояк и золотопогонных белогвардейцев и красных бойцов в буденовках и бандитов и бандиток и главных героев здесь была и прекрасная сценографическая работа и по оформлению сцены и по освещению и по звуку и по взрывотехнике на сцене постоянно взрывались бомбы, снаряды, свистели пули и ездил как живой пулемет Максим здесь была и слаженная, отличная работа большой труппы артистов второго плана с отлично поставленной хореографией на сцене было задействовано 45 человек и основного состава театра и студентов школы Олега Табакова но которые не просто ходили по сцене и произносили дежурные фразы по сюжету а производили феерическое действо с песнями, плясками, пьянками, стрельбой и драками здесь были прекрасно сыграны роли главных героев спектакля и Бумбараша в исполнении Севастьяна Смышникова и Вари в исполнении Ангелины Пахомовой но все же особо я отмечу игру Евгения Миллера, сыгравшего поручика Ильина Владислава Миллера, сыгравшего Яшту, друга Бумбараша Аню Чиповскую, сыгравшую бандитку Софью и Александра Фисенко, сыгравшего красного командира это было сыграно с большим юмором несмотря на трагизм происходящего на сцене прекрасная школа представления вы спросите а почему я особо не отмечаю главных героев отвечаю, я всегда честен перед публикой и особо отмечаю только тех чья игра меня особо впечатлила ребята же работали отлично но молодые еще, опыта маловато только недавно школу Олега Табакова закончили надо еще работать над собой повышать мастерство слишком интеллигентный взгляд был у Бумбараша а это все таки деревенский житель не было у него этой деревенской непосредственности и лукавой хитринки Варя тоже была хороша но на фоне яркой игры Ани Чиповской как-то становилась незаметной ну и конечно же спектакль сделан прекрасно потому что за всем этим стоит мастерство и опыт режиссера-постановщика Владимира Машкова сумевшего все продумать до мельчайших деталей организовать и на сцене и за сценой работу большого театрального коллектива создать цельное гармоничное действие задать всему этому темп с рассчитанными по секундно поворотами сюжета фразами, движениями и музыкой и вдохновить актеров на полную самоотдачу и мастерство режиссера заключается еще и в том что все это было сделано с минимумом реквизита на сцене один стол с лавками сгоревшая крыша избы периодически спускавшаяся с неба да большой русский самовар но благодаря тому что артисты в ходе спектакля крутили и вертели этот стол на колесиках как хотели использовали его и как трибуну и как помост и как тризну создавая различные мизансцены то создавалось впечатление что действие происходит в совершенно различных обстановках но на этом везение от просмотра спектакля для нас не закончилось нам удалось еще лицезреть и самого Владимира Машкова который вышел на поклоны с артистами и автора пьесы Юлия Кима который сидел прямо позади нас и которого представил публике Владимир Машков сказавший что именно сегодня настоящая премьера спектакля так как на ней присутствует сам автор то есть по сути дела нам повезло побывать на премьере сегодня для нас настоящая премьера в зале автор этого произведения Юрий Черцанович Ким и если перед началом спектакля я говорил что хочу посмотреть насколько же актуален на сегодняшний день сюжет с событиями столетней давности повествующие о гражданской войне разрухе и бандитизме то после спектакля хочу сказать что этот спектакль актуален вне зависимости от датировки происходящих на сцене событий так как по моему мнению это настоящее театральное искусство которое опять таки на мой взгляд выходит за временные рамки как и любое настоящее искусство так что уважаемые любители рок-музыки и театрального искусства вот такое вот удачное у нас начало театрального сезона на этом все до свидания до следующих спектаклей мысли вслух точны и честны мысли вслух о том о сём интересны мысли если сказаны молощуком 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 молощук